Привет всем, кто меня смотрит! Сегодня я хочу сделать такое немножечко необычное видео. Хочу вам рассказать, каким образом я проверяю оригинал или подделка, тот парфюм, который я приобретаю. Итак, кому интересно, оставайтесь со мной. Начнем с того, что на предыдущей неделе я сделала ряд покупок, навеянные, наверное, большей частью YouTube. Потому что, в буквальном смысле, обсмотревшись видео Адель, я была в полнейшем восторге. От ее сочного, интересного, красивого рассказа об ароматах, соответственно, я побежала в магазин для того, чтобы их потестить. А вдруг понравится? И что бы вы думали? Два из тех ароматов, которые я, в общем-то, планировала потестить, привлекли мое внимание. Я не смогла уйти из магазина без этих ароматов. Скажу вам сразу, что вот ароматы, которые я приобрела, были Идиль, версия 30 мл, туалетная водичка. Бёрбери Уикенд. Такая вот симпатичная баночка, флакончик, не знаю. И вот этот вот аромат, несмотря на то, что в видео Адель рассказ был о лимитированной водичке, лимитированном выпуске каком-то этой водичке, и ей аромат не нравится, тем не менее, это именно тот аромат, который я давным-давно хотела приобрести и, наконец-то, насмелилась. Но об этом позже. Начнём с того, что некоторое время назад я уже размещала информацию о моих покупках. В частности, речь шла о том, что я приобретаю вот такие вот малютки для того, чтобы иметь возможность подольше потестить аромат, прежде чем его приобрести. Но одна из моих драгоценных зрительниц написала мне о том, что в курсе ли я о том, что это подделка. Дорогие мои, отвечая на этот вопрос, могу вам смело сказать, нет, я не в курсе. Не в курсе просто потому, что в буквальном смысле мне никто не заявляет о том, что это подделка, возьмите, попробуйте, да? Это первое. Второе. На самой коробке или упаковке лицейники тоже нет информации о том, что этот аромат подделка. Ну и, наконец, третье. Наверное, если говорить о стойкости этого аромата, то он совершенно не уступает стойкости того аромата, который я приобрела в магазине Ле Туаль. Кстати, не все ароматы из этих трех указанных я приобрела в Ле Туаль. Как раз вот Бёрбари я купила в моем любимом магазине, который находится в обычном торговом центре, небольшом. У этого магазина, по большому счету, даже нет названия. Это и не парфюм Лидер, и не Ле Туаль. Лидер Туаль – это просто обычный какой-то небольшой такой магазинчик к парфюму. Вот. Но возвращаясь, как говорится, к нашим ароматам. Часть коробочек от этих ароматов мне удалось сохранить. Единственный аромат, на котором у меня нет коробочки, это вот этот вот маленький миниатюрка от Jador. Это уже, я не знаю, какой по счету флакончик. Я предпочитала долгое время покупать именно вот в таких миниатюрках, потому что меня устраивала и композиция, и, ну не знаю, и стоимость, собственно говоря, и вот то, что его можно таскать с собой в сумочке, да. То есть вот такой вот маленький 5 мл флакончик. Но, наконец-то, я себе приобрела полноразмерную версию. Это классика, это пахфам. Ну и, соответственно, расскажу вам о том, как же я определила, все-таки оригинал это или нет. Итак, я, соответственно, когда задалась этим вопросом, все-таки подделка или не подделка, деньги-то немалые платим, да. Вот если говорить о том, что моя покупка на прошедшей неделе, прошу прощения, вот она, собственно говоря, составила отчет порядка 4 тысяч рэ, да. То есть вот журнал «Литуаль» – это единственный опознавательный знак о том, что это все-таки в «Литуале» сделана покупка, потому что почему-то на чеке здесь написано «ООО Алькор-Эко». Но это не суть важна. Суть в том, что в среднем каждый аромат, ну, как-то стоит он, собственно, не знаю. Вот написали мне здесь «Туалетная вода для женщин», но это, я так понимаю, что это «Идиль» – 2,499, да. И вот здесь «ТВП Жадо», я тоже не поняла, почему «ТВП», учитывая, что на коробке от этого аромата написано «Элепахфам». Но тоже не суть важна, стоимость вы можете видеть, да, то есть как бы тоже немаленькая. Учитывая, что у меня вот хорошая скидка там есть, собственно, вот и результат. 4 тысячи 49 рэ я заплатила. Соответственно, когда пришла домой, решила все-таки удостовериться, ну, правда или неправда, я не знаю. Просмотрела несколько видео. Что же я там увидела? Значит, рассказывают разную информацию о том, как определить все-таки оригинал или нет. Первый признак – это полиэтилен на коробочке. Вот с моих коробочек я уже сняла весь полиэтилен, поэтому сейчас я вам сказать наверняка, точнее не сказать, а показать не смогу, продемонстрировать, но спешу вас заверить, что все вот эти вот коробочки, которые у меня были, да, вот, ну, вот, которые вы сегодня увидите, они все были в очень плотном целлофане, соответственно, не грубом, не мутном и все такое. То есть это, опять же, первый признак того, что аромат все-таки оригинальный. Обертка не должна быть мутной, обертка не должна быть грубого от целлофана и обертка не должна играть на коробочке, то есть она должна быть плотной. Вот. На вот этом аромате Жадор вот обертка полиэтиленовая была закреплена сверху еще вот такой вот наклеечкой, да? Ну, я ее решила оставить как бы на коробке, не выбрасывать. Дальше. Второй признак того, что парфюм оригинал и действительно сделан во Франции, это все-таки то, что в коробке аромат не будет греметь. Хотя я считаю, что вот это как-то немножечко странно. Ну, как не греметь? Это как его там надо закрепить? В одном из видео как раз вот такого, я не знаю, эксперта, не эксперта, было сказано о том, что настоящий французский парфюм очень плотно закрепляется в коробочке и он не гремит, когда вы коробочку будете трясти или встряхивать, не знаю. Вот смотрите, я только что поместила туда парфюм и вы сами слышите, что он как бы гремит, да? Ну, вот как бы, не знаю, подделка не подделка. Но, судя по словам того эксперта, это подделка, да? Я в это верить отказываюсь, поэтому продолжаю проверку дальше. Я все-таки пришла к выводу, что, ну, коробочка, ладно, ну, целлофан, хорошо. Следующий признак того, что это все-таки оригинал, это то, что мало того, что на коробочке должно быть написано Made in France, да, вот мы здесь видим Made in France, хорошо. Но и на самом парфюме, то есть на флаконе, в идеале тоже должно быть написано, что парфюм сделан во Франции, да? Смотрим, вот здесь на донышке флакона как раз у нас есть такая информация. Это Eau de Parfum, Natural Spray, так, 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 Made in France, есть такая информация, хорошо. Это опять же перевес в ту сторону, что это все-таки, ну, оригинал, да? Но, как-то вот что-то мне все равно даже эти аргументы не убедили до конца, что это оригинал. Я решила поискать еще способ, как же можно определить, что это оригинал. И что бы вы думали? Нашла я вот такой вот очень и очень интересный сайт. Называется проверить штрих-код, упс, там какая-то реклама сверху. Проверить штрих-код продуктов. Проверяем. Берем, ну, давайте возьмем Burberry, да? Вот у нас здесь есть такой вот штрих-код, вот он внизу. Вот я его сейчас буду набирать здесь, прямо при вас, да? Значит, так, да тут что-то непонятное написано. Итак, ввожу 3, 3, да? Вот. Следующая цифра 8, 6, 4, 6, 3, 3. Что-то как-то плохо видно, да, немножечко? 0, 2, 7, 4, 3. Итак, вот он номер, вот вы можете его сравнить, да? Хоть и плохо приближает камера, но тем не менее видно. Итак, на ваших глазах проверить, что же мы видим. Здесь написано, что штрих-код подлинный. Страна-производитель Франция. Ну, после таких заявлений у меня нет совершенно сомнений, что это все-таки оригинал. Я вам скажу даже больше. Каждую коробочку вот этих парфюмов, которые вы сейчас видите, да? А коробочек вот, Жадор, Диор, Бербери, Идиль, да? И вот даже маленькая коробочка на тот самый малюсенький пробничек, вот такой вот Идиль, я проверила. Коды, соответственно, на всех отличаются. Имеется в виду штрих-коды. И что бы вы думали? Нет среди этих коробочек подделок. Соответственно, я успокоилась. И на данном этапе я склонна считать, что это все-таки не подделка. Это оригиналы. Чего не могу сказать про вот этот вот маленький пробничек, потому что коробочки от него у меня нет. Но, честно говоря, скорее всего, конечно же, это подделка, просто потому что даже вот на нем, вот здесь вот на донышке, ничего нет, никакого значения, что это сделано во Франции. Тем не менее, вот на этом маленьком пробничке такая информация есть, что сделано во Франции и так далее. Поэтому вот те критерии, которые я узнала, я надеюсь, они вам помогут воспользоваться, скажем так, своими все-таки, наверное, убеждениями и навыками при проверке подобных парфюмов, точнее парфюмов, которые вы в дальнейшем планируете приобретать. Обращайте внимание на все-таки вот эти вот вышеуказанные, наверное, правила. Еще раз повторюсь. Первое. Это чтобы у нас упаковочка, целлофан, который вот на упаковочке присутствует, не болтался, был плотно закреплен, не был мутным, соответственно, не поврежденным. Это первое. Второе. Чтобы вот здесь вот на коробочке, опять же, у нас было написано, если Made in France, да, у меня не здесь, у меня вот здесь, вот здесь, Made in France, то нигде не было никакой переписочки о том, что сделано где-то там, не знаю, в Электрогорске. Простите меня, если я кого-то обижаю, но тем не менее, как вариант. И третье. Третье это то, что вот парфюм, типа, не должен греметь, но девчонки, как показывает практика, они все гремят. Нет такого, чтобы прям на 100% был закрепен. Возможно, это может относиться к именно духам французским, когда флакончики маленькие закреплены в маленьких коробочках. Возможно, да, я могу в это поверить. Но когда речь идет все-таки о больших упаковках и когда парфюм выглядит вот таким вот образом, то есть я думаю, что все-таки проблематично его там закрепить. И пока я склонна считать, что, наверное, это не может быть основным критерием. Ну и, наверное, самый главный критерий в том, чтобы убедить себя оригинал или подделка, это все-таки, ну, проверить штрих-код. Штрих-код на оригинальность. И для этого, девчоночки мои хорошие, я оставлю обязательно ссылку на вот этот вот сайт под этим видео, для того, чтобы у вас была такая возможность. Вот. И тем не менее, это видео, на этом я планирую завершить. Но это не означает, что я вам не расскажу об этих парфюмах более подробно в следующем видео. Поэтому всем спасибо за обзор. Надеюсь, информация была полезная. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok